Это не бизнес! Вы не зрители, я не знаю, но мне это замечательно. Почему не знакомый человек диктует что-то что-то говорить? Он является вашим другом или не является? Почему он вам диктует какие-то имена и фамилии? Он представитель, а друзья ваши. А почему он диктует фамилии ваших друзей? Откуда он знает? Он представитель. А почему вы сами не могли это назвать? Вадим? Слоев. Слоев? Слоев. Какие годы рождения? Осморный год. Ну, а куда я знаю, какие годы? Ну, чтобы я их могла установить, что это за личности. Не знаю, какие годы. Примерный возраст. В 37. В 38. А Оскар? Ну, вот стоит. Его можно спросить. Хорошо. Я спрашиваю у ваших друзей, которые вам помогали идти. Ну, я говорю в 37. Он ваш друг или он является представителем? А еще один? Еще два человека с вами было. Когда вы поднимались, я посмотрела в глаза. Ну, мы сейчас поедем в полицию до выяснения обстоятельств. Тогда выяснять, что за друзья были, номера друзей. Потому что они не нужны как свидетели. Мне все, кто здесь был, нужны как свидетели. Понимаете? Все люди? Или все-таки это были работники службы по взлому дверей? Нет. Хорошо, тогда называйте мне, пожалуйста, имена. Возьмите свой телефон, посмотрите в телефоне их номера. Вы с ними как-то созвонились? Ну, а как они вам помогли и пришли? Как-то вы их попросили о помощи? Я никуда не спешу. Так я знаю, знаю. Я так называюсь, да. Хорошо. А Оскар это представитель? Да. Ему 37 лет. Ну, хорошо, это не важно. И 37. Оскар, это сью-сески, да? Паспорт нам, зря и савокон, как-то, так. Деви-деви. 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 Деви-пес. Деви-пес. В один слоев. А сью-сесок? Не знаю. Это представитель адвоката твоего. Они как-то быстрее подошли к адвокату, да? Да, это ваших друзей, которые с вами вышли, чтобы они как свидетелей допросились. Обучи там добро, предоставьте мне, пожалуйста. Посади его на улицу. Ну, ладно. Давайте проедем в отдел, в отдел поговорим с вами. Потому что у нас вызова ждут, я не могу стоять здесь бесконечно и ждать, пока вы что-то там найдете. А в отделе вы посидите, подумайте, спокойно найдете. Вы, наверное, с людьми договаривались, чтобы они вам помогли. Вы как-то с ними созванивались, списывались, не знаю. Заходили к ним, адресок, можете сказать их. Или давайте проедем в участок, и там выясним обстоятельства. Если что помогут, то я сразу же узнаю. Леша, до фара. Леша, до фара. Леша, до фара. Ну, подумайте, как вы попались сюда. Вспомните, опишитесь. Вспомните, могут любого человечества. Четыре человека, я уже сказал. Здесь шесть человек, да. Вспомните, что четыре человека, которые были. Вы слышали, что я вам сказал? Человек. Вы поняли, что я вам сказал? Я слышу. Вспомните. Нет, ну мы отсюда перебираем, сейчас вы понимаете, мы слышим. В чем проблема? Ничего. Слышанник в чинении. Мы можем применять силу. Знаю, все прекрасно. Нет, мы всего применять нечего, мы просто допросим к полиции, потому что я не могу дать... Просто помочь? Я могу здесь, я же вам сказал. Мы можем передать человека, которые эти были. Столько народу ждет, когда вы вспомните про двух человек, которых вы даже не знаете. Они случайно здесь появились. Встаем, господин. Я уже сказал, если у вас какие-то проблемы, сейчас есть еще один экипаж. И в любом случае вы будете внизу. Я уже сказал, поскольку это стало. Ну, пойдемте, сейчас еще раз поговорим. Что там, говорите? Тапок отдайте. Он возьмёт, дал. Давайте поднимайтесь, вас же полиция обязала. Это будет или сейчас, или через 10 минут. Скоро, я на самом деле. Надо еще сделать сопротивление. А сумку надо забрать, потому что чужая сумка в доме оставаться не может. Может, там бомба. Сумку заверем, что подержать. И спускаться. Подожди. Что, вы что-то? Быстро, что-то? Подъезжайте. 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 Подъезжайте.